Вирусы продолжают развиваться. Мы сломимся. Мы все умрём. Мы все умрём. Мы все умрём, но это не точно, где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а со мной сегодня на связи Зульфия Зарипова, главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Зульфия Абдуловна. Здравствуйте, Игорь. Мы... Так, почему мы, если я в студии один? Я хотел бы сегодня с вами поговорить про клиническую смерть. Как-то так сложилось, что у меня в последнее время, достаточно часто в новостном поле, в информационной ленте моей, в принципе, в окружении моём мелькала клиническая смерть и рассказы про неё. Наверное, это связано с тем, что Хэллоуин был не так давно. Но мне захотелось разобрать этот феномен подробно и с научной точки зрения, потому что я понял, что почти ничего про него не знаю. И я думаю, многим из наших слушателей это было бы тоже интересно. Поэтому давайте начнём, причём начнём с определения, то есть заложим краеугольный камень нашего разговора, объяснением, что такое клиническая смерть. Итак, клиническая смерть – это обратимый этап, когда остановилось кровообращение, когда угнетены все жизненно важные функции организма, дыхание, кровообращение и сознание. При этом считается, что клиническая смерть – это полностью обратимое состояние, когда через несколько минут приступают к компрессиям грудной клетки, к сердечно-лёбочной реанимации. Есть шанс, что у человека восстановятся все функции мозга, и в частности он станет снова сам дышать, у него снова забьётся своё собственное сердце, и он вернётся к полноценной жизни как социальное существо. И мы говорим, что в обычной ситуации, в условиях нормальной температуры этот этап длится примерно...